Праздник проходил на одном дыхании, поэтому выделить какой-либо кульминационный момент просто невозможно. Эффектное начало, торжественное открытие Дня города еще раз напомнило историю возникновения Древнего Берестия. Продолжили программу выступления творческих коллективов, общественных объединений. Восторг у зрителей вызвал парад воинских подразделений Брестского гарнизона. В эти солнечные летние дни мы отмечаем одно из самых знаменательных событий в жизни нашего города. День его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С той дальней поры прошло уже 69 лет. По традиции, одновременно с Днем освобождения мы отмечаем и День города, которому измолняется 994 года. За время своего существования Брест прошел трудный путь борьбы и побед. Неоднократно подвергался нашествиям иноземных захватчиков. Не раз был разграблен и разрушен, но всякий раз восставал из руин. Самое главное, что ни один враг так и не смог истребить любого брещан к свободе и независимости. Стремление самостоятельно решать свою судьбу, а в сердцах всегда сократились терпение, отзывчивость, дружелюбие, общительность и гостеприимство. По традиции, в ходе торжественного мероприятия было названо имя человека, которому присвоено звание почетного гражданина города Бреста. В этом году им стал Александр Савчиц, генеральный директор открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Сразу после окончания торжественной части руководители областной вертикали, гости и все брещане приняли участие в шествии по улице Пушкинской в сторону Советской. Хлебосольный город встречал участников ярмарки, выставки, презентации и концертные программы. Все это создавало настоящую, праздничную атмосферу и дарило много положительных эмоций. Одной из основных точек шествия стало посещение открывшегося торгово-административного центра «Дидас Персия». Здание долгостроя с 36-летней историей превратилось в элегантный, комфортный бизнес-центр. Но самое главное, что он отлично вписался в архитектуру улицы Советской. В этот день город наполняется большим количеством самых разнообразных площадок, где можно и потанцевать, и вкусно поесть, и посмотреть концерт. В этот день жителям города Бреста хотелось бы пожелать хорошего настроения и прекрасно провести время. В день города торжественно была снята завеса тайны улицы Гоголя. Торжественное открытие эксклюзивных кованых фонарей состоялось и принесло горожанам еще одну возможность окунуться в мир прекрасного. Несомненно, что Гоголевский бульвар в скором времени станет одной из любимейших улиц областного центра, своеобразной аллеей звезд. Ведь рядом с каждым фонарем выгравировано имя предприятия его создавшего. Очень замечательные фонарики, это будет украшение города, я думаю. И вот люди пока еще не видят, ну не все, чтобы сами понимаете, а потом, я думаю, это будет замечательно. Для города это хороший подарок. Фирмы, получается, себя выразили в каких-то таких абстракционных моделях фонарей, получается. То есть это, конечно, и польза, что идет освещение, плюс они презентуют себя. И мне очень нравится, что это не обычный какой-то просто столб и фонарик, а это как художное произведение. Впечатление о аллее фонарей очень прекрасное. Идем вот с мужем и беседуем о том, что здорово, что вкладываются деньги, совершенствуется красота нашего города, преображается наш город. И мое мнение, что и бабушки, и дедушки с внуками, и молодые пары гулять и смотреть, вот как зажигаются фонари, это очень красиво. Я только что проехал по улице в обе стороны и посмотрел все фонари, очень интересно. Оригинальные идеи, есть простенькие, есть вычурные такие. Особенно понравилось в конце улицы, в той стороне с часами. Нельзя объять необъятное, нашим корреспондентам не удалось побывать везде и всюду. Но концертную программу «Славься, город мой», которая завершала праздничные гуляния, конечно, обойти стороной было нельзя. Известные коллективы и исполнители города над Богом поздравляли берестейцев с днем рождения и вместе с ними славили свой родной город руководства, его жители и гости.